Небезызвестный факт, что посёлок Буланаш стоит на шахтах, которыми он раньше жил и прославлялся, а теперь они заполнены водой. И для того, чтобы это огромное количество воды не скрыло под собой около 20% территории посёлка, её в постоянном режиме откачивают два мощных насоса. В час они качают более тысячи кубометров, а в год – около 9 миллионов. Также там предусмотрены специально вырытые траншеи, по которым вода стекает в реку Бобровка. Но в настоящий момент сложилась достаточно острая ситуация. Бобры, численность которых увеличилась в пять раз, решили там обустроиться, соорудив большое количество плотин. И это как раз стало причиной беспокойства. Хотя специалисты говорят, что ситуация штатная и пути решения уже найдены. На этих водоотводных канавах уже на протяжении где-то пяти лет бобры сооружают плотины. То есть мероприятия по расчистке этих канав от плотин проводятся ежегодно. Плотины сооружены стали, уровень повысился, соответственно, вода растеклась по некоторой площади. А на данной территории проходит головной водовод. И при эксплуатации водовода возникли затруднения, то есть проведение ремонтных работ на этой территории. Соответственно, по этому вопросу 15 ноября комиссия в составе представителей администрации Артемовского городского округа, жилкомстроя, также Томск поселка был наш и ООО БКС провели обследование данной территории и составили акт по данному обследованию. И по результатам обследования также при главе Артемовского городского округа 3 декабря состоялось совещание, на основании которого были приняты решения. О том, какие же решения были приняты администрации округа, Альбина Скотина также рассказала, чтобы у жителей не осталось повода для переживаний. Администрации ранее было направлено в адрес департамента по регулированию животных на территории Свердловской области направлено письмо о том, чтобы оказали помощь, то есть либо представили информацию о мерах отпугивания бобров, либо какие-то другие меры. На сегодняшний день департаментам вопросы решаются, возможно, будет ежегодно Артемовская охота хозяйства выделяет билеты для отстрела животных с целью регулирования численности диких животных. И, возможно, данной территории будет дано распоряжение провести отстрел, возможно, какие-то другие мероприятия. Как получим мы информацию от департамента, то есть, соответственно, данные мероприятия будут организованы. Также было принято решение о том, чтобы территориальный орган местного управления изыскал средства из сметы расходов, которые предусмотрены на 2012 год, и до 20 декабря текущего года провел мероприятие по расчистке русла канавы от водоотводной от плотин. Сумма небольшая, данная смета уже составлена жилкомстроем, это составляет порядка 52 тысяч без НДС. Также Альбина Скотина рассказала и о том, что, возможно, вдоль этого водоотлива вырубить лесопосадки. И тогда велика вероятность, что бобры сами мигрируют в другое место. Егоршинское лесничество сейчас рассматривает данный вопрос, то есть, смотрит эту территорию. Возможно, там есть уже арендатор, они могут поручить это мероприятие провести арендатору. Если нет, то, значит, соответственно, тоже будут решать вопрос по выделению данных территорий для рубки. Как пояснила Альбина Скотина, ситуация штатная, методы решения уже выработаны, а кардинальные изменения все же ожидаются, так как вопрос стоит на контроле у правительства Свердловской области. Будет рассматриваться вопрос по изысканию способа другого водоотлива, но, конечно, сначала этот вопрос будет проработан более глубоко, то есть, на стадии предпроектных, проектных работ, а в дальнейшем уже это покажет результаты.